Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 22 июня. И Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Римлянам, 11 глава, стихи с 25 по 36. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости, и введение Божие! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами сегодня чтение послания апостола Павла к римлянам. И здесь он проводит дальше логические размышления о том, что израильский народ был ожесточен ради спасения язычников, но по мысли апостола Павла евреи тоже, в конце концов, спасутся. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратить нечестие от Иакова». Апостол Павел говорит здесь, аргументируя свои слова посланием, вернее, пророчеством пророка Исаии. «В отношении к благовестию они враги ради вас». И здесь речь идет по отношению к благовестию, то есть они враги благовестию, они враги вести о том, что Христос умер на кресте ради грехов всего мира, в отпущение и искупление рода человеческого, и воскрес в третий день по Писаниям, и вошел на небеса и сел одесную Бога Отца. Иудеи противятся этой благой вести апостолов, они противятся церкви. И в этом смысле они враги, враги как язычникам, так и Богу, по отношению к Богу. Соответственно, в отношении к благовестию они враги ради вас. Они стали этими врагами, они стали противниками Бога для того, чтобы язычники могли войти в пространство церкви. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Господь не отнимает своих обетований по отношению к израильскому народу. Он их не аннулирует. И поэтому по отеческим преданиям и по отеческому благоествованию иудеи по мысли апостола Павла продолжают быть наследниками тех обетований, которые были даны их праотцам. Поэтому ради отцов, они возлюбленные Божии. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Господь не отказывается от тех обещаний, которые Он давал евреям. «Как и вы никогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, язычники были помилованы отчасти благодаря тому, что от Бога отказались иудеи. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». И в этом смысле, в этой фразе апостол Павел проводит ту мысль, что неважно, кому ты принадлежишь к иудаизму или ты был язычником, ты сам своими делами не можешь заслужить спасения у Бога. И в этом смысле апостол Павел остается верен. И даже сейчас, когда он говорит о своих сродниках и о такой непростой теме, до которой апостол Павел до конца и не раскрывает в своем повествовании, он говорит, что всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. И в этом смысле, неважно, кто ты эллин или иудей, важно, что спасение Божие происходит только по милости Божией. Ее невозможно заслужить, его можно только получить как дар, дар через благодать по вере. Поэтому он и проводит здесь эту мысль в 32 стихе. Бог всех заключил в непослушании, чтобы все были помилованы. И здесь апостол Павел говорит о всемогуществе Божьем и о том, что никаких дел закона не может сделать человек так, чтобы заслужить спасение и благоволение в очах Божьих. И только милостью Божией спасение — это дар. Так же, как и вера, и любовь. И нужно воспринимать это с благодарностью и воспринимать это как дар. Иудеи же были ожесточены и считали, что можно заслужить прощение и спасение именно делами. Далее, с 33 по 36 стих идет восклицание апостола Павла о том, что невозможно понять замысел Божий, и пред Ним только можно изумляться и восхищаться и стоять в благоговейном трепете. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь! И свои размышления, которые апостол Павел, которыми он терзается, которыми он мучается, и которые он будет продолжать, вероятно, всю жизнь свою, он завершает этим возгласом удивления и преклонения пред непостижимым, невидимым, непонятным, неуловимым Богом, но который всегда рядом и который всегда милует. Нужно только уметь открыть свое сердце этой милости. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем уподобляться иудействующим времен апостола Павла и не будем отвергать милости Божией и будем помнить о том, что все мы находимся под благодатным покровом Христа и Церкви и будем дорожить этой сокровищницей, своей верой, приумножать ее и делать так, чтобы эта вера наша стала живой и действительно мы стали достойны своим смирением и своей именно верой помилования от Бога. Нужно научиться принимать волю Божию как дар. Дар веры, дар любви. Итак, будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны не собращается к нам. Всем радости, о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова